Друзья, здравствуйте! Сегодня 4 ноября 2022 год. По церковному календарю день Казанской иконы Божьей Матери. И поэтому я приехала в Хорошево. Сегодня здесь престольный праздник. Как видите, очень много машин, много гостей. Заходим вовнутрь. Чувствуется осень. Клумбы уже такие печальные, осенние. Вялые. Листья почти осыпались. Но здесь всегда уютно, тепло, хорошо. И сегодня погода довольно теплая, скажем так. Поэтому я думаю, что будет не холодно молиться. Вот это здание слева. Это трапезный храм. Это тоже церковь. Сейчас здесь устроена трапезная. Ну а дальше уже сам храм Казанской иконы Божьей Матери. Кстати, здесь всегда жили коты и котята. Вот. И чтобы им было удобнее, сделали вот такие красивые кошачьи домики. Прямо кошачьи общежития. Один котик решил выйти. Второй в домике. Люди ждут начала службы. Я приехала немножко позже, потому что транспорт рано утром не ходит. И, насколько я знаю, уже был водосвятный молебен. Ну а мы заходим вовнутрь. В храме тепло. Пахнет ладаном. Людей много. Это иконная лавка. Здесь подают требы. Покупают свечи. Уже читают часы. То есть литургия уже началась. Слева проходит исповедь. Батюшка уже вышел на исповедь. Ну а мы подойдем к Казанской Божьей Матери. Приложиться. Справа тоже исповедь. Это отец Евгений исповедует. Ну а я хочу вернуться к Куна-Лавке и подать свои требы. Это мои просворочки. Записки я уже подала. Вот такие у нас красивые просворки у Хорошева. Это панихидный стол. Люди приносят продукты за упокой души своих родственников. Это обычно мука, сахар, крупы, печенье, масло подсолнечное. И ставят свечи или кладут. Вот видите, на подсвечнике сейчас нет места, потому что много людей поставили свечи. Вот. Поэтому можно просто их положить в корзиночку. А потом работник храма, какая-то женщина, которая здесь работает, их поставит на подсвечнике. Читаю часы. Очень красиво храм украшен цветами, потому что праздник, престол. Это день рождения храма, день рождения иконы Божьей Матери Казанской. И желтые розы, и белые розы. Очень красивые цветы. Как красиво украшено все. Это казанская икона Божьей Матери. Икона старинная, монастырская. Конечно, бессмертный полк нашей бабушки в храме. Икона старинная, монастырская. Скоро-инезда. Субтитры делал DimaTorzok Субтитры делал DimaTorzok Субтитры делал DimaTorzok Дима Тorzok 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 Субтитры подогнали Симон. 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 Симон. Субтитры подогнали Симон. Субтитры подогнали Симон. Субтитры подогнали Симон. Субтитры подогнал...